Доброе утро, дорогие друзья! Пятничное утро, прямой эфир, телефон в студии 6 5 10 9 9 и 6. Звоните нам, задавайте вопросы, у нас сегодня очень хороший гость, мы уже с ним пообщались. До этого гостя было очень тяжело вытащить всеми правдами и неправдами, все-таки мы смогли вытащить. Это известный и уважаемый в среде Александр Кузьмин, независимый стрейдер. Саша, доброе утро! Доброе утро! Да, огромное спасибо, что пришли к нам. Мы знаем, что вы не любите всевозможные интервью, публичность и все остальное. Ну, иногда общаемся в публичном формате, да, но не часто, поскольку чрезмерное общение, оно мешает торговле. И сегодня я сюда пришел тоже в разрез торговли, ну, потому что я хотел познакомиться с Александром Герчиком, и поэтому я решил забить. Спасибо большое! Тем более, что сегодня, скорее всего, какая-то консолидация будет. Да, я думаю, тоже резко выноса не будет, не хватит здоровья пока. Да, здоровья может не хватить, может быть, какие-то отдельные истории там немножко подрастут, а падать тоже после такого выноса некрасиво. Поэтому консолидация, поэтому я здесь. Отлично. Ну, давайте тогда будем по существу, народ задает вопросы, вопросы уже есть. Поэтому вопрос номер один, ты мне рассказал, что, в принципе, очень много лет в рынке, 10 лет. Ну, практически 10, да, вот 9 лет. Как ты пришел на рынок? Ну, я пришел на рынок практически сразу после института. В реалии я понял, что я хочу заниматься рынком еще на институтской скамье. И, в принципе, именно рынок меня сподвиг к обучению, к серьезному обучению. Потому что до того, как я в теоретическом плане познакомился с рынком, мне, в принципе, учиться было неинтересно. И учился я неважно. Вот. Случайно наткнувшись в учебники по экономике о том, что существует такой рынок, собственно, это и было началом. Вот. Потом сразу после... Я даже потом диплом защитил по фондовому рынку. Вот. Но, к сожалению, сразу после института не было денег начать свою торговлю собственную. Поэтому я еще где-то полгода-год работал. Там несколько другим занимался. А потом, когда появились деньги, я сразу начал. И, собственно, это был мой старт. А что тебе на самом деле, вот ты говоришь, в первую очередь, то обучение твое как проходило? То есть что ты читал? Потому что, например, сейчас основная проблема, которая начинается у молодежи, это как все-таки на рынок прийти, с чего начать, чтобы не потерять. И получается, что везде все говорят разное. Например, я не сторонник там большого количества объема информации. Например, кто-то другой говорит, надо читать. А третий приходит и говорит, надо там идти учиться кому-то. А пятый говорит еще что-то. Вот как ты? Как был твой путь? На самом деле, я считаю, что сейчас гораздо легче прийти на рынок, чем в те годы, когда я пришел. Потому что сейчас есть РБК, сейчас есть куча специализированных передач на эту тему. Очень много литературы. Всем все понятно. Нет такого вопроса, что рынок это казино. Все уже понимают, что это нормальная работа абсолютно. А в то время, когда я приходил, у многих были сомнения, мне многие отговаривали от этого, сбивали с толку. Поэтому я, собственно, как действовал? Я перечитал все книги, которые продавались в то время в России. У меня целая библиотека их. Я, грубо говоря, условно могу разделить свое обучение на две части. На теоретическую и практическую. Теоретическую полностью была основана на книгах. Ну, вот на всех абсолютно общей доступности. Ну, как все читают, да? Да, да, да. Стандартные книги наши все. Элдор или Февр. Там и многие другие. Вот. А практически она началась тогда, когда я начал, собственно, торговать. И она началась, естественно, с убытков. Вот то, что я в институте узнал, как раз было с точностью наоборот на рынке. Я покупал там, как помню, акции на риск никеля после выхода хорошей отчетности. Они летели вниз на 5%. Я стопился, они вверх возвращались. Ну... То есть, как все, по-простому. Да, да, да. Вот это купи на ожиданиях, продай по факту. В учебниках этого не было. По экономике и финансам. Это все на практике узнается. Вот. Ну, вот, в принципе, вот такой подход и был. Я даже помню, вот, сложность была какая. Я пришел в Сбербанк в 2004 году и попросил меня открыть карточку. Обычную карточку. Они попросили указать род деятельности. Я написал час на трейдера. Они сказали, я не знаю, мы не знаем. Мы не знаем такой профессии. Мы таких не знаем, поэтому мы вам не дадим. В 2007-м они мне сами позвонили уже. Предложили несколько карточек еще золотых, там, платиновых, всевозможных. Они уже узнали, что это такое. Но, то есть, это просто хороший пример, который показывает отношение к трейдингу в то время в обществе усредненно. Понятно, что были люди продвинутые, которые все это знали. Соображали. Да, но, в принципе, много очень было, кто вообще не в курсе, что это такое. А когда вот на самом деле у каждого трейдера, тем более у такого человека, как ты, у любого человека, который торгует, например, там, больше 5-6 лет и продержался, можно на самом деле задать вопрос, когда, например, к тебе пришел осознанный трейдинг, когда ты действительно стал понимать, что ты делаешь? Он пришел, первый год мне просто повезло, я хочу сказать, потому что я слил где-то 35% счета, вот, и на остатки залез, тогда была такая акция Якутская Энерго, и она у меня за 2-3 дня удвоилась, утроилась, и, в принципе, я все деньги отбил. Значит, даже вышел в плюс. И вот на том закончился мой первый год, то есть я совершенно случайно... Повезло. Повезло, да, да, повезло. Конечно, я испугался поначалу, когда просадка была такая большая. И вот, ну, дальше потихонечку, шаг за шагом, работа над ошибками ежедневная, анализ, почему был убыток, что не так сделано, поиск ответов. Часто бывало, что вопрос есть, ответов нету, вот, сидишь, мучаешься, ищешь их. Так, ну, на большую часть со временем я нашел ответы. Вот, ну, соответственно, это вот такой вот процесс был, как строительство дома по кирпичику. И по сей день я тоже продолжаю учиться, я не могу сказать, что я там все знаю об этом необъятном рынке. Каждый раз, когда ты себе говоришь, что ты все знаешь, вот, начинается проблема. Да, да, да. Вот ты мне рассказал, например, расскажи даже историю, которую про Форекс ты мне начал рассказывать. Когда ты пробовал валюту начинать торговать? А, ну, валюту я начал торговать, это было намного позже, это было три с хвостиком года назад, вот. Первый, значит, опыт был точно такой же, как и на акциях. Где-то за полгода я слил свой экспериментальный счет на Форексе, вот. Мне его было абсолютно не жалко, почему? Потому что все деньги, которые я туда внес, это была прибыль с акцией. Ну, то есть, как бы это уже была инвестиция в будущее? Да, это было, просто я себе выделил ту сумму денег, которую я готов потерять, но попробовать все это на деле. Потому что меня манило туда на Форекс то, что кругом все говорят, что там только сливают деньги, и заработать там невозможно. Челлендж. Да, 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 челлендж. И я попробовал, тоже слил. За полгода я слил счет свой вот этот экспериментальный, но завел еще один, чтобы пробовать дальше. И действительно, при определенной корректировке своих действий пошел более-менее процесс нормальный, была небольшая доходность последующий год, а предыдущие полтора он уже очень хорошо дает Форекс и приносит много удовольствия от торговли. Ну, ты говоришь, что ты торгуешь просто в более длинных горизонтах, там у тебя цели, там несколько фигур. Да, да, раньше я просто... Несколько фигур. Принципиально ошибка моя, и я подозреваю многих других участников, состоит в том, что все имеют маленький счет и очень большие плечевые позиции. И любое колебание, даже случайное колебание, оно выбивает стопы или приводит к маржину. Вот, это большая ошибка. Вот у меня прибыль пошла тогда, когда я завел большой счет и открывал... Маленькие позиции. Позиции относительно этого... Позиции, она может быть и большая, но главное, чтобы не было плеча там сотого, пятьдесятого. То есть вот пятое плечо, третье, пятое плечо отлично. Дело в том, что мы очень часто своим слушателям говорим, что в принципе в Форексе ничего страшного есть. Вернее, в Форексе ничего страшного нет. А две основные проблемы. Проблема одна, это огромные плечи и желание заработать огромные деньги. Но если, например, уже почти там атеатически, что если торговать по Форекс с пятым-седьмым плечом, то риск эквивалентен риску акциям. Абсолютно верно. Я бы даже сказал меньше. Почему? Потому что вот когда мы торгуем большими валютами, там типа канадец, австралиец, там евро, доллар, с ними быть ничего не может. Это очень фундаментально, да, все. А когда вы покупаете или шортите какую-то одну отдельную акцию, то там куча корпоративных рисков. И там много всего может быть очень неожиданного и непредсказуемого, что может привести к обвалу бумаги на 10% или выносу на 10% сразу. А валюты, ну вот смотрите, я приведу пример. Евро-доллар за последнее время упала по прямой с 1.27, с 1.28, в 1.21. И весь мир кричит, что это коллапс, это обвал, катастрофа, развал еврозоны. Это 6 фигур. Это сколько это у нас? 600 пипсов. 400, 4,5%. Она падала там несколько месяцев. И все кричат, что это обвал. Ну то есть это я к чему? К тому, что Форекс, он намного менее волатилен, чем акции, конечно, да. Куда 50 пипсов, это ничего. Это РТС ходит в три раза больше в день. В день, конечно, да, да, да. И плюс очень много там случайных блужданий на этих РТСах. Хотя он тоже неплохой инструмент, но в общем, как бы основная мораль, что не должно быть больших плечей, тогда это прекрасный рынок. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Кузьмин. Пятница, прямой эфир. Телефон в студии 6510996. Приверемся на колодки новостной. Еще раз доброе утро. Пятница, прямой эфир. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас в гостях Александр Кузьмин, управляющий активами, независимый трейдер. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Саш, ну тут вот посыпались вопросы, поэтому мы, наверное, третью и четвертую часть нашей передачи отведем именно стилем торговли, риском и всему остальному, потому что вопросов много, вопросов интересные. Вот вопрос. Очень интересный гость, спасибо. Так, вопрос нам... Мы не видим, кто задал вас. Спасибо, Александры. Скажите, каково ваше соотношение стопов и тейк-профитов, и что вы думаете о стратегии черепашек, если знаете о таковой? Алексей задает вопрос. Ну, по поводу черепашек, да, я читал эту книгу. Основная мораль, которую я помню из нее, что правильная глубоко мораль, что торговля должна по-любому вестись с перевесом, вот, то есть с позитивным от ожиданиям от сделки. Собственно, в моей стратегии это обязательно, это основное условие. А по поводу конкретики стопов, соотношения риск-прибыль, но это все зависит очень от актива, потому что, если мы говорим про суперликвид, это там валюты или... Ну, давай, о ММВБ поговорим. ММВБ, хорошо. Там у нас есть... Газпром. У нас есть, да, сейчас Газпром, к сожалению, менее ликвидный, ну, там вот Сбербанк сейчас самый ликвид, индекс РТС, там, соответственно, стоп, он совершенно небольшой, если позиция открывается от правильных уровней. Вот давай по-простому перейдем к оба, как бы, к следующему вопросу, который там будет подтверждать этот... Сигналы для тебя, для захода, к примеру, в лунги или в шорт? По российским бумагам. Да, по российским бумагам, да. Ну, так как, значит, в моей стратегии... Моя стратегия это сочетание сразу нескольких видов анализа. Это фундаментальный анализ, но фундаментальный... Это не то, что имеются аналитики, говорят, там, Ебедапы на Е, вот такие вещи я особо не смотрю, но тут смотрю их очень редко. Я имею в виду обстановка в мире. То есть, российский рынок есть производная от... Нефти, СНП. От нефти, СНП, там, от, в принципе, других развивающихся рынков. Ничем он особо сильно не отличается. Вот. Если, значит, в мире созревает ситуация, для входа в лонг, это первое условие. Второе условие, теханализ... Для входа в лонг ты имеешь в виду, это фон рынка, глобальный фон рынка, например, хорошо выглядит. Да, то есть, это, ну, к примеру, я вижу, что нефть крепкая, СНП как минимум не падает, значит, с валютами все ничего, то есть нету какого-то сильного укрепления доллара, есть некий аппетит к рискам, значит, и плюс к этому, ко всему, теханализ не противоречит мировому фону. Вот это для меня хороший вход в лонг с относительно короткими стопами. Вот как в такой ситуации просчитать короткие стопы? Вот степень стопа зависит от актива. Первое, от его ликвидности. Ну, давай Сбербанк возьмем. И второе, от размера позиции. Давай возьмем Сбербанк. Окей, Сбербанк. Соответственно, если позиция большая, то стоп у нас меньше становится, да, то есть в терминах Сбербанка, ну, скажем, давайте определим, что такое большая позиция, да. Вот для меня большая позиция в акциях, это позиция уже с больше, чем одно плечо, это уже немаленькая позиция. Вот, соответственно, у меня плюс, у меня стоп никогда не ставится на всю позицию. Он порциями выставляется. То есть ты не заходишь сразу, все? Нет, вот я стараюсь не заходить сразу. Вот, и так же и стопиться. Выходить. Да, да, образно. У вас есть там 100 тысяч Сбербанка. Зачем продавать все 100 в рынок по стопу, если можно рассчитать риск таким образом, чтобы сперва продать там 30 тысяч, потом 30 или там, или два раза по 50. Вот, ну, главное, чтобы одна сделка, один убыточный стоп там не превышал ни в коем случае больше, чем 2%. То есть это твой стоп-лосс? Да, да. Просто тяжело, тяжело сложить, например, глобальную точку захода. То есть ты, получается, как бы смотришь сначала глобальное вью рынка, то есть куда смотрит рынок, если все нормально, и потом ищешь локальные точки входа. Да, 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 да. То есть если я определил направление, что сегодня будет рынок вверх, дальше я из российских акций, не обязательно, что я буду входить в Сбербанк, я определяю акции наиболее... Фавориты. Фавориты, отбираю себе их. И дальше среди этих фаворитов я могу открывать позицию лонг, а размер позиции будет зависеть от интродейной динамики. То есть я базовую позицию возьму сразу, а довешиваться буду при усилении позитивной динамики в мире. То есть для тебя главное это, в принципе, импульс, да? Насколько ты ожидаешь сегодня сильный импульс? Например, вот как сегодня ты пришел на передачу, знаю, действительно, я с тобой согласен, что сильно много ожидать нельзя, потому что... Вчера был сильный импульс уже, значит, первую порцию шартов прикрыли на этом выносе, лонгисты закупились, теперь нужна консолидация. Бензин. Да. Да, нужен бензин для следующего движения вверх. Да, да, да. Поэтому, то есть, например, ты сейчас посмотришь, если будет нормальная ситуация, хорошо сегодня Америка, в принципе, будет закрываться, то тогда ты будешь уже искать, как бы на понедельник приблизительно рассчитаешь себе, насколько мы можем рассчитывать, и будешь от этого заходить, правильно? Вот если говорить, это мы сейчас обсуждали теоретическую ситуацию, неважно сегодня, это через 3 месяца или 3 месяца назад, а касательно того, что сейчас на рынках складывается, я, скорее всего, в лонг заходить не буду, если и буду это делать, то интродейна, вот, потому что, на мой взгляд, шансы есть еще у S&P сбегать в район 450-470, может быть, вот туда куда-то, то есть откуда эти цифры берутся, предыдущий максимум 420, уже перекрыли, они перекрывают, обычно его процента 2-3, в рамках ложного перебития, и это способствует активизации покупателей со всего мира, и вот в этот момент происходит отдыха. Ну, это же просто вот стопы импульсные. Там, да, там и стопы импульсные, там и эйфория, некая такая... Все здорово, все классно. Все здорово, в этот момент, тогда, когда нужные люди отдают свои позы, вот, после черных может начать свободное падение. То есть ты, по сути дела, во вчерашний сильно большой потери, вернее, в сильный большой рост не очень веришь? Вот в текущих уровнях, да, я, когда мы торговались во флете, в принципе, что говорить, вчера такой, он был искрометный вынос, но мы опять же в боковике. Мы обратно стоим 140-145. С эмоциональной точки зрения, вроде бы, сильный рост, а в реале мы тут уже месяц торгуемся. Вот, поэтому, ну, мы на комоне обсуждаем часто, что есть возможность, там, 150 плюс-минус, там, немного сходить, в терминах РТС, но существенно выше, я лично не вижу рынок. У нас и 145-146, очень сильный уровень, который мы не могли пробить. Ну, мы, с учетом того, что Америка, вот, перекрыло максимумы, и, в принципе, сегодня, я когда уезжал, в Китае был 4% в плюсе, и он там пошел в отскок. Ну, ты видишь, что произошло сейчас? Сейчас произошла очень сильная раскорреляция. Сейчас СНП может ходить, а РТС живет своей жизнью. Да, абсолютно так, и это очень плохой признак, потому что, когда растет СНП, РТС должен, ну, хотя бы идти с бетой, полтора должен идти. То есть, если СНП растет на процент, АРТС должен быть полтора-два, хотя бы, ну, хотя бы полтора. Мы торгуем с отрицательной бетой, мы можем вообще ноль быть на раздущие это. И плюс еще надо помнить, что нефть стоит 115 долларов. Это, в принципе, подарок для России, и российский рынок этим не пользуется, абсолютно. Мы видим очень слабый рубль, мы видим слабую корреляцию со старшим рынком, и все это, вы понимаете, вот СНП не будет расти вечно, он будет, ну, дойдет он 45, 47, ну, там невероятно, там 1500, да. И что, вот в то время, что он растет, у нас есть шанс. Как он только... Вылезти, да. Как только есть... Как он только поедет вниз, хотя бы чуть-чуть. Нас прибьют. Просто убьют, да. То есть, по сути дела, ты сейчас пока в лонги не смотришь? Нет, я говорю, что для меня лонг, он бывает, там, один раз из 10, интродейно, чтобы вот просто вскочить и выскочить, там, полпроцента процент, может быть, даже с плечом с каким-то, в принципе, это нормально, а так, чтобы на ночь оставаться в каких-то серьезных позициях, говорить, что я вот, там, лонгист-оптимист, такого у меня нету. Скорее, наоборот, я сейчас этот вынос буду использовать для того, чтобы... заходить в шорт и очень избирательно это делать, не в тупую шортить РТС там, да, или там, я не знаю, как многие Сбербанк этот прицепится к этому Сбербанку, как будто у другого ничего нету, вот, я буду сейчас копить позицию в австралийском долларе, это главный индикатор аппетита к риску, и он очень... Он не коррелирован с золотом очень сильно. Ну, он очень хорошо сейчас дал, он 4,5 фигуры упал, и это было понятное движение, это очень благоприятно для моего счета сказалось, и сейчас у него некий отскок происходит, и вот на этом отскоке я буду снова заходить в шорт по нему. Если, например, разбить позиции, которые ты сейчас занимаешь, сколько денег, например, выделено на МВБ, РТС, и я так понял, что ты очень активно стал торговать валюту. Ну, сейчас примерно, наверное, 50 на 50. То есть 50% где-то на валюте, 50% на... Ну, МВБ, РТС объединенные, да, потому что, в принципе, сейчас РТС дал возможность торговать австралийским долларом на Форце, и... А как ликвидность там? Там ликвидность, значит, все зависит от позиции, но, в принципе, позицию там миллион долларов, полтора, она нормальная, и очень важно... Очень важно, как бы, какие у вас цели от этой позиции, что вы хотите от нее. Если вы хотите пипсовать, то это не лучшее место для пипсования пока еще, потому что там не та ликвидность. Лучше в другом месте этим делать. Если вот как я делаю среднесрочные позиции, да, мне там две десятых фигуры, это не интересует движение, мне интересует там, чтобы несколько фигур было, поэтому это нормально, это не принципиально. В этом плане все нормально. Единственное, там неудобство, что австралиец бывает хорошо двигается в ночное время, когда форс не работает, и можно попасть на гэп, поэтому это надо держать у себя в голове, вот, поэтому я там не всю позицию открываю свою, я там часть позиции держу там, потому что это удобно с точки зрения обеспечения, то есть, обеспечения денежные, я имею в виду, что акции, там, МВБ, счет обеспечивает австралийца. Да, часть позиции в другом месте держу. как натуральный хедж, по-простому. Да, ну, в принципе, да, ну, так удобно, вот, единственное, сейчас я никак не могу понять позицию биржи, почему они запустили фьючерс на австралийский доллар, который не входит в индекс доллара. Как раз сейчас в третьей 15 минутке поговорим. Дорогие друзья, Александр Кузьмин, очень много вопросов сейчас будем задавать нашему гостю. Прямой эфир 6-5-10-9-9-9-6. Вернемся после короткого новостного оператора. Еще раз доброе утро. 6-5-10-9-9-9-6. У нас в гостях Александр Кузьмин. Саша, вот вопрос есть. Александр, тоже наш тезка, задает вопрос к Александру Кузьмину. Александр, как вам удается оставаться таким скромным? Вы себя как-то заземляете или у вас это заложено в характере? Ну, частично, конечно, это элемент воспитания, частично это заложено. Плюс у меня хороший заземлитель это рынок сам. Как только происходит процесс зазнавания какого-то, сразу же по башке, вовремя, значит, не поняв сигнала, еще раз по башке и все встает на место. А как на самом деле ты мне рассказывал там в 2008 году, когда, например, похоронили 90% рынка на самом деле и фирмы, брокерские, доверительные управления, и пифы, и все остальное, ты закончил год больше 100% годовых. Да. В 2008 году. Как ты так не поверил рынку, не поверил всем, все, кто говорили, и как получилось, что ты в этот год заработал? Ну, вообще, я склонен никому не верить, я даже часто и себе не верю. вот, я верю в те торговые сигналы, которые я получаю, я уже хотел сказать, что это и фундаментальные, и технические, особенно, когда они объединяются воедино, это мощный для меня сигнал входа и выхода из рынка. Вот, они говорили об этом, и, собственно, так оно все и шло. И, в принципе, для моей стратегии, там, 2008 год это намного лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Флет низкооборотный, низколиквидный, неинтересная торговля абсолютно. Да, вроде сигналы есть, заходишь, тут же выкидывает. Ну, как бы, ну, видно, что когда вот рынок открывается, да, и объем торгов на основных бумагах копеечный, то все ясно, что... дальше вторая идет 15-минутка, на ней тоже объем копеечный, все понятно. Вяло. Да, потому что тогда, когда был великолепный рынок, великолепный, имею в виду, он и падал, рос его на силу, там сумасшедшие объемы, всем нужно кому-то прибыль фиксировать, кому-то убыток, кому-то там... Кому-то что-то нужно делать. Что-то нужно делать, все озабочены были. Сейчас все сидят, такое впечатление, что, там, участники комона, смарт-лаба, еще, может быть, несколько человек друг к другу гоняют эти позы все. А как ты думаешь, чем вот на самом деле такое событие можно объяснить, что так сильно упали объемы? Ну, дело в том, что основные игроки, видимо, ушли с рынка. Вот... Вот так говорят, на Газпроме практически в 4 раза. Ну, конечно, ряд больших фондов ушло отсюда. Вот, назад деньги не завели, соответственно, поднять эту махину невозможно, поэтому оно все вот в таком гниющем состоянии ползает туда-сюда. И ползает, оно будет, скорее всего, до тех пор, пока S&P не накроет, когда накроет S&P, то... То есть, ты думаешь, если будет движение сильное, то будет только движение вниз? Движение как бы сильного вверх ты не ожидаешь? так сказать, я вот не сторонник категоричности, да, в прогнозах своих видений рынка. Скажем так, вероятность того, что мы пойдем вниз, она выше, чем... Я имею в виду, существенно, да? То есть, по мат-ожиданию, по твоему, больше вниз, чем вверх? Да, то есть, потенциал вверх, он какой-то есть, он всегда есть. И вяленький. Он вяленький, да. Чтобы что-то поменялось, должно что-то измениться глобально в мире. Должно поменяться. Должны на Россию выделяться большие деньги. Нет куда пока? Нет куда. Чтобы они выделялись на Россию, надо, чтобы они выделялись... В целом. В целом хедж-фондом, который при больших банках. А у них там такие дыры сейчас, что они еле успевают их там залатывать. Свои. Да. Собственно, поэтому... Ведь, когда мы говорим, что в Россию не пришли деньги, ну, надо посмотреть, что происходит с другими развивающимися рынками в этот же момент. Там тоже не сладко. Китай сейчас переписывал, значит, низы там многолетние. Да, у него сегодня отскок какой-то произошел. Не, ну, что для него отскок в 4%? После того, сколько они потеряли. Да, да, да. Это важный момент. И при чем я хочу заметить, вот по Китаю ситуация. Когда Китай рос, мировое сообщество инвестиционное говорило, вот смотрите, растет Китай, это наш плагман, мы за ним, и он нас спасет, всех нас, быков имеется в виду. Вот. А сейчас, когда он падает, никто ничего не говорит. Они, во-первых, не говорят, а те, кто говорят, говорят, не обращайте внимания. Ничего страшного. Это там китайцы разошлись, они азартные, они шортят. Вот. Но это же не серьезный подход, да, к исследованию китайского рынка. Поэтому, значит, в других, там, в Бразилии тоже никакого роста нет, валюта национальная бразильская убита. Рынок никуда не растет, там, в лучшем случае, в пиле ходит. И такая ситуация, за редким исключением, там, может быть, исключение мексиканский рынок, оно повсеместно. Объемы торгов, кстати, то есть, нету двигателей у нас роста. Да, объемы торгов, кстати говоря, и в Америке, они там в два раза ниже средних, а на некоторых бумагах в три раза. Вот. Поэтому, ну, что ждать от этих рынков? Идет глобальное сужение этой ликвидности, и вот все вот эти вливания со стороны ЕЦБ, ФРС, там, и Банка Японии, это все лишь для того, чтобы хоть как-то... В моменте. Поддерживать на плаву это. То есть, многие думают, что это там приведет к какому-то бешеному росту, но, в общем-то, это просто так, чтобы поддержать систему. То есть, ты нейтрально негативен? Я пока нейтрально негативен, да, я думаю, что уже в самое ближайшее время... По-простому сигналу на лонг нет. Как сказать, вот сейчас на коротком фрейме у нас сейчас пока идет лонг, на среднесрочном фрейме мы, наверное, заканчивать будем вот этот отскок трехмесячный, который мы видим с низов, там, начало июня. Ну, да, долгосрочно мы, если говорить о российском рынке, конечно, идем в даунтренде. А вот Дарт Трейдер задает вопрос. Александр, как перебороть в себе страх брать по рынку? Какой трейдер задает? Это Дарт Трейдер. Дарт. Дарт. Метание иголочек. А, да, да, есть еще Дарт Трейдер. Да, ну, окей. Есть Дарт Трейдер, наверное, Дарт Трейдер. Да, как перебороть в себе страх брать по рынку? В смысле, брать с оффера? Ну, скорее всего, ответ такой именно, брать по рыночной цене, да. Как вот нравится модель, заходишь, берешь. Ну, значит, брать по рынку надо только в ликвидных активах, где нету спреда большого. А вопрос, как перебороть в себе страх? Вот как ты переборол себе страх? Ну, надо проанализировать, от чего этот страх берется. Значит, на мой взгляд, страх – это уверенность, твоя собственная, уверенность каждого отдельного трейдера в том, что он делает. Значит, если ваша торговая система или торговый взгляд, вы в нем сильно уверены, то, по идее, у вас не должно быть большого страха. Если вы сомневаетесь в правильности своего видения рынка, то, соответственно, у вас вырастает страх потерять деньги. То есть, по-простому, если у вас есть набор правил, алгоритмы, то вам бояться нечего. Да, причем, я бы хотел сказать, что алгоритмы – это не обязательно математические. Нет, мы имеем в виду прописанные на бумаге. Вот как у тебя. У меня в голове есть, да, что… Глобальное направление рынка, состояние экономики. Ну, экономики – это очень, слишком уж глобально, да. Конкретно, вот наступило утро, 10.30 утра, ой, 10.30 утра открывается МВБ, я изучил Азию, прочитал основные ведомости Bloomberg, там, изучил обстановку в мире, отобрал акции, и пошли сделки делаться. Я четко знаю, где мой стоп, какая потенциальная прибыль. То есть, чтобы главное, стоп был меньше, чем потенциальная прибыль. Тогда вы торгуете с перевесом. И риск убыток. Да, риск убыток. Тогда у вас будет долгосрочный плюс. Хотя отдельные сделки бывают и в минус. Дмитрий Изом сказал этот вопрос. Используете ли вы торговые роботы? Да, нет. И почему? Планируете ли использовать их в будущем? Нет, я не использую торговых роботов. Я сам их писать не умею. Тех людей, у кого они были, эти торговые роботы из мне знакомых, в большинстве своем, они сливают деньги. То есть, я видел роботов, которые торгуют, сливают в боковике. Я видел роботов, которые сливают, когда выход из боковика резки происходит. Я не очень в это дело верю, хотя допускаю возможность, что если есть талантливые математики какие-то, способные писать таких роботов, то, возможно, может быть какой-то там результат. Но, поскольку я сам не умею это делать, и покупать робота 10-20 тысяч рублей, как-то сейчас на каждом углу продают. Это смешно. Это смешно. Плюс хорошего робота никто не продаст. Никто не продаст. Нет. Не за 10, не за 20, даже не за 10 тысяч долларов. Нет, нет, это все копейки, да. И 10 тысяч, да. То есть, это либо он должен стоить очень-очень дорого, либо его никто не продаст, да. Константин задает вопрос. Александр, сейчас индекс растет на полтора процента уже. Какой индекс? Ну, РТС. А сколько сейчас, за счет акций растет, или за счет валюты? Ну, мы не знаем, сейчас, наверное, нам напишут. Так вот, Газпром плюс 2,5 процента. О, это хорошо. Объемы появились, вопрос такого, человек спрашивает, покупать, продавать? 2,5 процента, это значит, сколько у нас он закрывался? 159, ну, плюс 3,5 рубля, где-то до этого района. Но, смотря, смотря какой у вас метод торговли. То есть, я, скорее всего, буду использовать зону 165, вот зону вот этого гэпа, дивидендного. Вот РТС у нас сейчас 14,59. То есть, практически 146 тысяч. Практически, да. Но, РТС должен перебить максимум, который мы видели. И закрепиться. Насчет закрепиться, вот не знаю, но то, что перебить должен, это точно. Вот у нас Газпром, вот у нас лидер, у нас Газпром, 2,5 процента, ну, все остальное, там мы не смотрим, Роснефть 1,2 процента, Лукоил 1,8, Норникель 1,7, ВТБ 1,7, Севисталь, Уралкали, больше, чем по 2 процента. Плюс. Хорошо, хорошо. Значит, То есть, по сути дела, мы догоняем то, что мы упустили. Да, 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 мы, ну, дело в том, что даже 1450, ой, в смысле, сколько? 146. 150, если мы даже будем, это все равно мы не догнали Америку. При такой Америке мы были там 3-4 месяца назад намного-намного выше, мы были 175. Вот. Ну, идем туда, значит, к 150. Вот. объемы, объемы есть, держим? Да, в принципе, кто в лангах, наверное, еще какое-то время можно подержать, но, в принципе, вот эта зона, 165-170 по Газпрому, тяжелая зона будет. Там очень много зависших покупателей, которые, в свое время, набрали бумаг на дивиденды, большие дивиденды, их отсекло ГЭПом, и долгое время их не выпускали. Вот сейчас, при первой возможности, они будут оттуда выпрыгивать, чтобы будет создавать дополнительное предложение, и предложение немаленькое. Вот у нас, сейчас, минута осталась, а потом дальше вопрос. Есть вопрос у нас такой. Сергей, как обычно у нас есть разоблачители, почему во всех ваших прогнозах или обзорах вы никогда не называете примерные уровни движения рынком, а просто говорите, что рынок может завтра вырасти или может упасть? Ну, смотрите, мы обсуждали в предыдущие дни, вот если говорить о моей деятельности на Камоне. Да, вот этот тот же человек задает вопрос, что в соцсети Камон вы довольно активно переписываете с новичками. Какая цель вашего нахождения? Ну, дело в том, что я переписываюсь там далеко не с новичками, там есть много моих хороших знакомых и вообще интересных людей, которые далеко не новички, которые сами мне говорят какие-то вещи, советуют и там и так далее. Я как раз на Камоне, когда там было распространенное мнение, что мы уже обваливаемся со 140 вниз, я как раз наоборот писал, что да, это возможно, но все-таки риски похода на 150, они есть, да, и я объяснял, почему они есть. Проблема в том, что очень многие люди, они как бы просто не верят в то, что человек, например, успешный, как ты, может и с кем-то общаться, и ему нужно. Но об этом мы поговорим в 4-й 15-й минутке. У нас Александр Кузьмин. Задавайте вопросы. Прямой эфир 6-5-10-9-9-9-6. У нас перерыв на новости. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. 6-5-10-9-9-6. Радио Финам-ФМ. У нас в гостях в прямом эфире очень интересный гос Александр Кузьмин. Саша, еще раз здравствуй. Доброе утро. Видишь, рынок пока идет без тебя, но ничего страшного. Придешь, победишь всех. Я не переживаю. Я больше бы огорчился, если бы он порухнул без меня. Да. А Константин задает вопрос. Мы, в принципе, этот вопрос освещали, но если ты сможешь красивый этап вернуть, то будет отличный ответ. Спросите у Александра, как он торгует, какую систему вы используете, что является для вас сигналом для входа. То есть есть ли что-то такое обособленное, что можно бы конкретизировать? То есть поддается ли твоя стратегия какой-то конкретики, которую можно объяснить? Нет, моя стратегия, она не поддается какой-то схеме, формуле, да? Можешь ли ты ее назвать интуитивной? Ну как интуитивная? Ну интуиция, безусловно. Ну что такое интуиция? Это давнее наблюдение за рынком, понимание его каких-то повадков, да? Так у меня в основе, конечно, я уже рассказал, какие индикаторы. Вот интуиция, ну это уже вспомогательная такая функция, она просто помогает на каком-то этапе, когда спорная ситуация. вот, поэтому я не очень верю в то, что есть какие-то механизмы, которые можно сказать, вот пункт А, пункт Б, пункт С. На каком-то этапе это, ну, понимаете, вот с чем бы сравнить эту ситуацию? Вот когда вы открываете какой-то, предположим, вы открыли ресторан, но вы сделали все от себя зависящее. Интерьер хороший, персонал хороший, блюдо хорошее у вас, но вы не знаете, придет к вам 100 человек или 120. Ну как это можно узнать? Какой будет спрос на вашу продукцию? Никак. Никак нельзя. Согласен. Так же здесь, как вот можно сказать, что будет точно вот так вот? Я считаю, задача определить направление, выбрать правильный инструмент, поставить стопы, соблюдать риск-менеджмент, удерживать прибыльную позицию, насколько это возможно. Все. Сейчас у нас вопросы нам напишут. То есть, вот человек написал опять, Константин, ралли, друзья мои, ралли, что, по вашему мнению, вызвало такое движение? Только не говорите, что это комментарий. Драги, когда он выступил, рынок сомневался, а потом рванул наверх. Может, это разводка? Ну, формально это Драги, да, но, в принципе, еще до Драги, я не знаю, мы в сентябре, в начале сентября, в конце августа обсуждали, что когда СНП от двойной вершины, а то начал отваливаться вниз, уходил туда ниже 1395, что это просто некая заходная такая волна, так называемая, потому что вот эта двойная вершина, это, как правило, понятие сугубо теоретическое, но в учебниках в реальной жизни такие откровенные вещи, они редко случаются, и логично, что СНП должен пробиться выше, тем более, что сейчас закрытие тройных опционов в Америке. Да, пятница. Да, и поэтому, в принципе, это ожидаемое событие, ну, повод Драги, да, но, в принципе, не было бы Драги, было бы какой-нибудь еще. Ну, если речь Драги, в принципе, разложить, ничего и не было такого, чтобы действительно могло сподвигнуть на рост. Тем более, первичная реакция была не вверх. Первичная реакция, да, ну, формально там, ну, понимаете, вот под такие слова, что мы выкупим все там облигации, проблемных стран, там, еще что-то. Многие, даже не разбираясь, гребут, что вот ЕЦБ опять со своим смягчением там влезают. Ну, это все так, это нормально. Так на рынке всегда и происходит, ну, чаще всего. Поэтому, особенно на хаях рынка... Так и происходит. Да, сейчас, если еще и объемы прогонят наверху, это вообще будет кульминация. А, например, ты практически 10 лет в рынке, да? Вот на самом деле, торговщий, я так понял, ты спокойный, у тебя нет там какого-то огромного количества сделок? Дело в том, что я, в принципе, беспокойный трейдер. Я не могу назвать себя спокойным. Успокоился я последние, там, три месяца, может быть, когда вот этот нудный боковик начался, когда объемы мизерные. Да, сделок у меня сейчас сильно поуменьшилось, объемы тоже упали торгов. Но когда происходят волатильные разворотные дни, которые сопровождаются большими объемами, то у меня тоже, в принципе, часто бывает много сделок. Потому что, вы понимаете, вот когда рынок разворачивается внизу, например, разворот или вверху, он не сразу летит там сверху вниз или снизу вверх. Там сто так называемых заходных волн есть, запилов, и все летает по много процентов в день. И вот в такие дни нет смысла сидеть, надо вместе с рынком двигаться. Я, да, я готов всегда в такой рынок вступить. У меня рабочее место оборудовано восьми мониторами, там открыты все рынки в онлайне. Я прекрасно вижу, когда что начнется, куда что двинется. и в этом с удовольствием принимаю участие. Благо, я не управляющий там каким-нибудь фондом Пимка, где развернуться нельзя. Я использую по максималке свои преимущества частного трейдера. А где ты себя реально вот через 10 лет видишь? Через 10 лет? Или через 5? Ну, через, да, 10 лет, конечно, долго. А тебе кажется, что долго? Да. Мне вот недавно только 30 было, уже за 40. Да, 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 да. Сейчас время быстро идет. Чем дальше, тем быстрее идет. Но я себя вижу в этой же отрасли, в этой же отрасли, в торговле. Более спокойно? Может быть, более спокойно. Ну, сейчас был спокойный период. Не знаю, это, так сказать, сложно за себя, что ты будешь чувствовать. А что бы ты хотел? Чтобы... Что бы ты хотел через 10 лет? Да, через 10 лет, ну, что бы я хотел? Ну, что бы моя торговля развивалась в том же позитивном ключе, что и сейчас. Что бы развивался наш рынок, что бы он становился более ликвидным. А ты не думал, допустим, если ликвидность будет уходить с российского рынка, допустим, переходить на западный? Вот из-за этого я и ушел частично на Форекс. Вот. Может быть, когда-то пойду и на западный рынок. Ну, как правильно сказал... В принципе, тебе Форекса хватает, да? В Форекс, да, очень интересно. Но, в принципе, на западе я смотрю, там в Наздаке есть очень много акций, которые дают сумасшедшие проценты. И я бы с удовольствием участвовал в них небольшим объемом. Что, собственно, я делаю на ММВБ. В принципе, я участвовал в всех мусорных историях. Просто я соответствующие деньги туда... Выделяешь, конечно. Выделяю, и мне без разницы, что это там пустышка какая-то. Если есть интрига, можно взять. Да, почему не сделать сделку там... Пару сот процентов. Да, там она вырастет на 150 процентов за день, а ты зарабатываешь там, ну, из серии 2 процента по счету. Ну да, но все равно. Все равно. На конфеты на съездить куда-то. Да, 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 да. Это можно всем заниматься. Вот. Ну, я, честно говоря, не думаю, вот кем я себя вижу через 10 лет. Просто я думаю, что я останусь в этой отрасли, если что-то сверхъестественное не произойдет. Первый момент. Второй момент. Ну, буду я частным трейдером, или я буду управляющим фондом, или я создам свой фонд. В принципе, все возможно. У меня сейчас есть предложение о целях капитал-менеджмента, управлять их фондом. У нас сейчас заканчиваются переговоры на эту тему. Возможно, я буду этим заниматься. Так же. Ну, я ни в коем случае не оставлю свой собственный счет. Он просто будет торговаться в среднесрочном ритме. Понял. Без интерадейных сделок. Ну, здесь ничего страшного нет, потому что, я тебе объясню, вот у нас, например, в Финаме у нас есть свой собственный счет, который ведется практически так же, как и клиентский. Ничего здесь такого нет. То есть клиенты очень комфортно себя чувствуют. Счет ведется, наш личный счет, немаленький и работает вместе с клиентскими счетами. То есть ваш, я имею в виду, управляющих? Ну да, это правильно, потому что я тоже такой же подход исповедую. Поэтому, я думаю, если ты даже станешь, как говорится, управляющим в целях капитала, ты спокойно сможешь торговать. И ничего страшного, если ты сделаешь пару интерадейных сделок там. Да, ну просто... Сумма немножко не позволит. Просто, грубо говоря, если я сейчас делаю энное количество на своем собственном счету интерадейных сделок, то их количество, безусловно, поуменьшится, потому что мне больше внимания надо будет уделять фонду. Да. И, соответственно, ну вот, с вытекающими последствиями. Ну, в принципе, я не вижу большой сути. Ну, просто больше денег у меня будет в управлении, больше... Не, ну расти надо обязательно. Рано или поздно, но расти надо. Это нормальный человек приходит к этому делу. У нас Олег задает тебе вопрос. Стоит ли выставлять стопы в систему, либо держать их в голове и выходить вручную? Ну, давай ты ответ, а у меня есть мой ответ. Да, это по какому инструменту речь идет? Имеет значение, любой. Ну, если, например, речь идет о Форексе, то там надо ставить систему. Если речь идет о ликвидных бумагах в российском рынке, в принципе, тоже можно ставить систему, но таких бумаг, к сожалению, у нас в данный момент времени, дай бог, 2-3. Вот, если вы торгуете уже что-то менее ликвидное, даже на рильский никель, который был топовой фишкой, в нем сейчас нельзя держать стопы. В РТСе, в принципе, можно. Но единственное, что в РТСе, поскольку там все торгуют с очень высокими плечами, с седьмыми, с десятыми, то это накладывает свой отпечаток на торговлю и очень много ложных выбросов и вверх, и вниз, которые не отражают движение рынка, а просто стопят роботов во все стороны. И поэтому бывают заскоки, поэтому это надо держать в голове и стоп выставлять с учетом этого. А Константин задает вопрос. Одни провокаторы сегодня у нас, в общем, кроме меня. Александр говорил, что в 2008 году ему было неважно, что говорят на рынке, и он действовал сугубо по своим сигналам. А потом сказал, что у него похоже больше на интуитивную торговлю. Где правда? У вас передача, видишь, какая уже становится? Интриги, расследование. Да я тоже вопрос о ней очень понял. Охота на Герчика. Да я не понимаю, какое здесь противоречие. Мне тоже. Ты, как бы, даже если это интуитивная торговля, то эта торговля все равно по своим собственным сигналам. Ну, как она может быть интуитивная? Ну, вот я не понимаю, как она может быть интуитивная торговля. Ну, вот смотри, ты же принципи... Вот полностью. То есть она должна опираться по-любому на что-то. Интуиция, она просто в спорные моменты, когда вот 50 на 50, она помогает иногда... Хорошо, давай перефразируем вопрос. В 2008 году ты заработал практически все деньги и получается на падении. Потому что в 2008 году рост был только в конце года. Нет, нет, нет. Я не согласен. Нет, я спрашиваю. Да, на падении было много заработано из совокупной годовой прибыли. Но я хочу напомнить, что там «Газпром» у нас с 85 рублей улетал на 160 за 4 торгового дня. 4 дня 100% по «Газпрому». Ну, как вот из 100% нормальный трейдер не зацепит хотя бы треть. 25-30, да, абсолютно. Тут я с тобой согласен, однозначно. И это происходило там регулярно. То есть ты такими выбросами заскочил, взял, убежал? Ну, конечно, тогда вот сейчас заскочил, взял, это полпроцента. Это ничего, да. А тогда заскочил, это там с одного ГЭПа 10% давалось. Ну, нет, это четко ты ответил на вопрос. Дорогие друзья, у нас подошел час наш к завершению. У нас в гостях был отличный гость Александр Кузьмин. Я уверен, что если кто-то захочет с Александром пообщаться лично, Александр на комоне, вы его найдете. Те, кто хотят, тот найдут. Александр, тебе огромное спасибо. Спасибо. И всем хороших выходных, всего доброго. И побольше прибыли. Берегите депло. Да, до свидания.